Более двух тысяч жителей микрорайона Антамак-2 ежедневно преодолевают многокилометровый путь, чтобы отвезти детей в школу. Люди говорят, что устали от систематических хождений и просят исполнительную власть построить для них собственное учебное заведение. «В ненастную погоду наши дети ходят пешком под дождём и нередко тонут в грязи. Нам нужна школа. Сейчас в нашем микрорайоне нет ни детского сада, ни больницы. Живём здесь около 15 лет, но поддержки от властей никогда не получали». В микрорайоне не ходит пассажирский транспорт. И потому школьники, в семьях которых нет автомобиля, ежедневно совершают марш-броски. Больше всего родители обеспокоены здоровьем детей. Ученики, а среди них и малыши начальных классов, нередко в пути остаются под проливным дождём или снегопадом. Но это далеко не единственная проблема в микрорайоне. «Чтобы доехать до больницы, мы делаем несколько пересадок. Недавно в наш микрорайон приезжал заместитель Акима Байского района. Я попыталась с ним заговорить, но не получилось. Нам всё время обещают, что решат проблемы, но обещанного не выполняют. Так к кому мы должны обращаться». Нам удалось получить по этому поводу комментарии чиновников. Ситуацию прокомментировала заместитель Акима Байского района Гульсара Ташимова. «Нам известно о просьбе жителей. Сейчас в микрорайоне Интымак две школы. Это номер 54 и 55. Для строительства третьей мы сейчас стараемся легализовать земельный участок. Как только эта работа завершится, будет подготовлена проектно-сметная документация». Когда именно начнётся строительство новой школы, пока не ясно. Но, вероятнее всего, это произойдёт не раньше 2019 года. Что касается вопроса работы рейсового пассажирского транспорта, то, как заявляют чиновники, поскольку микрорайон Антымак появился относительно недавно, маршрутный автобус здесь обязательно появится. Но в будущем.